Великого русского поэта Сегодня роль юридической науки и юридического образования в решении важнейших задач развития России объективно растет, в том числе в разработке необходимых в стране законов и новых подзаконных актов, в противодействии коррупции, в обеспечении качественной правоприменительной практики и подготовке квалифицированных специалистов. В условиях модернизации российского права, приведения российского законодательства в соответствии с мировыми стандартами в сфере защиты прав и интересов всех субъектов правоотношения исследования, исследования, проводимые представителем современной юридической науки и юридического образования в России, являются чрезвычайно важными. Спектр таких исследований широк. Это показывает и тематика 11 секций и круглых столов нашего форума. В течение двух дней мы будем обсуждать проблемы уголовного права в аспекте криминализации и декриминализации, гражданское и семейное законодательство России, проблемы информационного образовательного права, развитие институтов местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе, в аспекте законодательного регулирования и правоприменения. Проблемы законодательного регулирования в сфере миграционных процессов, вопросы использования русского языка в правовой сфере, проблемы юридического образования и формирования профессиональной культуры юристов и другие актуальные вопросы. В решении этих проблем и для достижения взаимопонимания очень важно личное общение. И именно такая возможность у нас, участников конференции, есть. 10 лет мы собирались в Москве. В этом году было принято решение провести конференцию в городе Казани на родине Гавриила Романовича Державина. И это не случайно. В эти дни Всероссийский государственный университет юстиции РПА Минюста России отмечает свой 45-летний юбилей со дня основания. Университет стал за эти годы одним из лучших юридических вузов страны, одним из крупнейших образовательных и научных центров России. Здесь в разные годы трудились видные ученые-правоведы и практики. Сегодня он обладает мощным потенциалом. Более половины преподавателей имеют ученые степени кандидата наук и звание доцента, а четверть преподавателей являются докторами наук-профессорами. Ежегодно в университете обучается более 20 тысяч студентов. Университет осуществляет проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, информационно-аналитической и экспертной обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, органов местного самоуправления и юридических лиц. Для всех нас было очень значимым в юбилейный год для университета, являющегося ведомственным вузом Министерства юстиции Российской Федерации, провести научную конференцию именно здесь, на родине первого министра юстиции, выдающегося государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Как писал сам Державин, он отправлял службу со всем своим усердием, честностью, всевозможным прилежанием и бескорыстием, держась сильно справедливости, не отступал от нее ни на черту. Всегда шел по стезе правды, правды и законов, несмотря ни на какие сильные лица. В 2015 году отмечаются памятные дни Гавриила Романовича Державина, и один из круглых столов нашей конференции посвящен его жизни и творчеству. Мы признательны руководству Республики Татарстан, президенту Татарстана Рустаму Нургалевичу Миниханову, правительству Республики за помощь в организации проведения державинских чтений, благодарны Казанскому федеральному университету, предоставившему свою площадку для работы конференции. Дорогие друзья, сегодня мы здесь собрались не только известные ученые, но и молодые юристы, лучшие студенты и аспиранты профильных вузов. Именно вам предстоит определять будущее юридической науки и образования, отстаивать нормы и принципы права. От ваших знаний, ответственной гражданской позиции, глубокой личной порядочности во многом зависит развитие правовой культуры нашего общества и в целом будущее российского государства. Уважаемые коллеги, в процессе работы державинских чтений нам предстоит обсудить важные научные проблемы, выработать профессиональные и экспертные оценки тех возможностей, которые открываются для дальнейшего развития и совершенствования российского законодательства. И, конечно, решения и рекомендации нашей конференции будут содействовать улучшению качества преподавания профильных дисциплин в юридических вузах страны. Желаю всем нам успешных, интересных и плодотворных дискуссий. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги. Слово для приветствия предоставляется заместителю министра юстиции Российской Федерации Гальперину Михаилу Львовичу. Спасибо большое. В начале моей короткой речи хотел зачитать приветствие от имени министра юстиции Российской Федерации Александра Владимировича Коновалова. От имени министерства юстиции приветствую организаторов, гостей и участников 11-х Всероссийских научно-практической конференции «Державицкие чтения». Проведение конференции непосредственно связано с именем российского государственного деятеля, поэта, первого министра юстиции России Гавриила Романовича Державина. Для Минюста России личность Державина является своеобразным моральным ориентиром. Державин нес огромный неоценимый вклад в развитие культуры и российской государственности. Державинские чтения – яркое событие в научной жизни, востребованное учеными, юристами, аспирантами и студентами многих известных в стране образовательных и научных организаций. Конференция заслуженно снискала право называться представительной площадкой для обмена опытом и обсуждения широкого спектра профессиональных проблем в юридической сфере. В этом году конференция проводится на новом качественном уровне, где ведущая роль отведена круглому столу, посвященному законодательному регулированию институтов местного самоправления. Уверен, что обсуждение данной темы на площадке конференции позволит придать дополнительный импульс деятельности Минюста России в выработке и реализации государственной политики в сфере организации местного самоправления. Желаю всем участникам конференции плодотворной дискуссии, успехов и благополучия. Министр юстиции Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов. В свою очередь от себя скажу, что действительно для Министерства юстиции большую роль играет взаимодействие практики и науки. На самом деле это не общие слова, потому что сейчас, как вы все знаете прекрасно, мы переживаем такой, в том числе, переломный момент в части законодательном. Огромное количество законодательных актов принимается на всех уровнях, и на федеральном, и на субъектовом, и на муниципальном. И здесь, конечно, как и никогда важно сотрудничество юридической науки и практики и законотворчества. Конечно, наука не должна стоять в стороне от этих изменений, ограничиваясь лишь критикой принимаемых законов и констатацией бессистемности или пробильности законодательства. Здесь как раз законодатели, с другой стороны, и практики не должны смотреть на науку как лишь на академический институт, которым может быть только теорией заниматься. Здесь как раз важно друг на друга смотреть с пониманием и видеть, чем друг другу могут быть и наука, и правотворчество полезны. На самом деле для меня тоже персонально большая честь присутствовать на мероприятии. Спасибо большое организаторам, руководству Республики Татарстан, Университету юстиции, Казанскому федеральному университету за организацией мероприятия. Потому что, когда я вошел в этот зал, сразу почувствовал себя как дома. Мне кажется, что здесь такая атмосфера, как во всех случаях в моей альмаматоре, юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, у которого, как известно, с Казанским университетом много общего. Как минимум, есть один общий студент, Владимир Ильич. Об этом все знают, но в порядке исторического курьеза, наверное, и меньше об этом знают, что рекомендацию Владимиру Ильичу в университет подписывал директор гимназии, в которой учился, Федор Михайлович Керенский, отец другого тоже выпускника Петербургского университета, известного Александра Федоровича Керенского. Поэтому наши факультеты очень связаны. Поэтому надеюсь, что здесь эта связь и Казанской юридической школы, Петербургской, Московской, и вклад Казанского университета, юридического факультета, здесь эти связи будут усиливаться и в наших силах их продолжать и развивать. Поэтому надеюсь на плодотворную сегодня работу. Всем удачи и интересных круглых столов. Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил Львович. Слово для приветствия представляется председателю Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Хайруловичу Мухамедшину. Пожалуйста, Фарид Хайрулович. Уважаемые организаторы и участники 11-й по счету конференции научно-практической под названием «Державенские чтения». Уважаемые Ольга Ивановна, Сергей Сергеевич, Михаил Львович, уважаемый ректор Казанского университета, мне доставляет огромное удовольствие приветствовать вас от имени руководства нашей республики, от имени президента Татарстана, Государственного Совета и правительства нашей республики, всех, кто проявил интерес и желание поучаствовать на этой конференции. Я хочу приветствовать всех гостей, которые прибыли сюда, и думаю, это будет одна из интересных конференций на родине этого великого человека. На территории действительно Ольга Ивановна 10 лет эта конференция проходила в столице Российской Федерации, в Москве. Мы все эти 10 лет претендовали, чтобы эта конференция наконец-то перешла и была проведена на родине этого выдающегося россиянина. И вот сегодня мы счастливы, что эта конференция постепенно переходит на родину, к местам, где родился, рос этот замечательный человек. И вполне понятно, что Казанский университет в числе организаторов этого крупного 11-го Всероссийского научно-практической конференции. Почему я так начал с этих слов свое выступление, приветствую вас, хочу несколько аргументов привести. Во-первых, Казань – город, который сам Гавриил Романович Державин, выдающий русский поэт и государственный деятель, считал своей малой родиной. Он родился здесь, в селе Сокуры, Лаишского района, под Казани. В нашей республике имя этого поэта окружено особым почетом, я бы сказал, неизменным вниманием. 14 июля ежегодно, в день рождения Гавриила Романовича в Казани и Лаишева на родине, в его честь проводятся праздники поэзии. Вручается литературно-державенская премия, получившая в 2010 году всероссийский статус. В честь великого земляка в Татарстане регулярно проходят фестивали, конференции, конкурсы практически во всех учебных заведениях нашей республики – общеобразовательных и высших. Во-вторых, Казань занимает заметное место в истории отечественного правоведения благодаря Казанской юридической школе, сформировавшейся в стенах университета почти 200 лет назад. Среди ярких представителей, стоявших у истоков правоведения этого университета, можно назвать и вспомнить Андрея Антоновича Пиантковского, Дмитрия Ивановича Мейера, Габриэля Феликсовича Шершеневича, да и многих других последователей, которые закладывали основу и авторитет Казанской юридической школы. С полным основанием ее духовным отцом можно считать Гавриила Романовича Державина. И сегодня, в начале XXI века, славные традиции правоведов успешно развиваются в Казанском, теперь уже Привозском федеральном университете. Надеюсь, этих аргументов достаточно, чтобы наш город стал постоянным местом проведения державинских чтений. Как государственный деятель, Державин относился к числу тех чиновников, которые служили не лицам, а России. За 40 лет службы он дошел до самых высших государственных чинов. Оланецкий и Тамбовский губернатор, сенатор империи, второй министр при государственном казначействе, первый в истории России министр юстиции с одновременным выполнением функции генерального прокурора. Вы видите, какой разнообразной подготовленности и успешности был этот выдающийся человек. Решительный, смелый, независимый в суждениях, крайне ответственный и усердный, Гавриил Романович был искренне предан идее справедливости. Он всегда служил честно и ревностно, стараясь выстроить эффективную систему правосудия, боролся с коррупцией и бюрократическим произволом, налаживал губернскую систему образования. Порой, как обычно это бывает, деятельность Гавриила Романовича Державина, его горячность и принципиальность неизменно вызывали недовольствие со стороны начальства. Однако все это объяснялось одним горячим желанием принести пользу своему Отечеству. Устремления великого правдолюба и сегодня не потеряли свои актуальности. Защита прав и свобод граждан, справедливость, независимость и объективность суда являются гарантом любого демократического государства и требуют постоянной защиты и совершенствования как со стороны органов государственной власти, так и институтов гражданского общества. Друзья, многие из вас впервые в нашей республике, хотя я вижу много друзей Татарстана, которые не раз бывали в нашей республике, и тем не менее о сегодняшней Татарстане, о сегодняшнем дне я хочу в двух словах сказать. Республика успешно развивается, решает задачи социально-экономического развития. Она в числе передовых регионов Российской Федерации по многим критериям оценки деятельности регионов России. И будучи промышленно развитой, будучи сельскохозяйственной, успешной, она выстраивает в новых условиях рыночной экономики отношения со многими странами и государствами и реализует многие проекты на территории Татарстана. Я вам скажу, по итогам 2014 года мы произвели ВРП продукции Татарстана на триллион шестьсот двадцать миллиардов рублей. Вздумайтесь, пожалуйста, в эти цифры. Это значительно больше того, что мы делали при плановой экономике, строя социализм в советский период. И когда еще мы с трибуны говорили, что наша республика развита, и мы производим объем производства больше, чем три прибалтийских государств. Мы превзошли эти показатели. И залог тому, что мы нашли и нащупали правильный путь, те планы, которые реализовались и в этом году. Мы надеемся, что трудности в экономике сегодняшней, объективные, порой субъективные, связаны с санкциями некоторых западных стран по отношению к России, недоступность кредитов, с которыми мы научились работать, длинных и относительно дешевых, привлечение иностранного капитала – дело временное. Границы открыты, бизнес заинтересован в том, чтобы мы открыто работали со всеми развитыми странами. И в этом плане, я думаю, 16-й год, очень хочется верить, что будет таким переломным в этих отношениях. Я хочу, пользуясь случаем, говоря о сегодняшних делах Татарстана, тоже выразить озабоченность в связи с геополитическими проблемами, которые нормального человека, интересующегося или не очень интересующегося политикой, состоянием дела в мире, сказать, что мы очень обозабочены ситуацией в Сирии, и очень хотим, чтобы братский украинский народ быстрее завершил внутренние разборки в своей стране, для того, чтобы мы начали вновь налаживать и торговлю, и взаимную помощь с Украиной, и быстрее бы навести порядок в Сирии, чтобы в этой стране был мир, покой, и миллионы беженцев, которые заполонили Европу, и в сознании которых тоже такая опасность пришла, быстрее бы вернулись на свою родину. Я полагаю, что наша республика, где большая половина являются мусульманами, татарами по происхождению, да и русские, и все другие народности, а их у нас 170 народностей, которые живут в мире и согласии в родном доме, думают только об этом. Недавно, выступая в Москве, на собрании депутатов Государственной Думы и сенаторов России, с привлечением очень большого количества гражданского общества, их представителей, руководителей, представителей всех традиционных конфессий в стране, мы говорили об этой опасности. Имеет отношение это к державинским чтениям или нет? Я думаю, имеет. Если бы сегодняшние державины искали бы пути разрешения таких конфликтных ситуаций, которые сегодня беспокоят уже мир от терроризма, от этой болезни, которая проникает во все государства, и не только приграничные к Сирии, к Ливану, ближневосточным государствам, они бы, наверное, вместе с нами искали эти решения. Я единственное, выступая, сказал, что не надо отрождествлять ислам как религию, мировую мирную религию, с теми террористами, с теми, как наш один коллега сказал, шайтанами, безбожниками, которые собрались в это государство исламское, так называемое, а вообще-то в эту организацию ИГИЛ, для того, чтобы диктовать всему миру свои условия. Не нужно отрождествлять, не нужно закладывать между православием, исламом, между людьми разных национальностей такое недоверие через это к этой религии, отрождествляясь носителями реакционного ислама. Мне кажется, для мусульманских республик, а в России проживают более 20 миллионов мусульман, в мусульман мире миллиард 700 миллионов, я думаю, это очень важный момент, и я думаю, мы будем с вами показывать из Татарстана, что мы одна из самых миролюбивых религий и очень толерантный народ, который живет в Татарстане. Позвольте пожелать успехов, приятного пребывания в столице нашей Казани, она обновленная, гости еще раз должны убедиться, что мы успешно провели и Всемирный летний универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта, в трудной борьбе получили право провести WorldSkills, фестиваль рабочих профессий, чемпионат мира по футболу 2018 года, бьемся за то, чтобы четвертьфинала у нас провести. Я думаю, все это мы с нашим трудолюбивым, дружным народом, многонациональным народом Татарстана проведем, так, как нам говорил Державин. Приятного пребывания вам всем. Приветствую вас. Спасибо большое, Фарид Хайрулович, за ваше очень интересное эмоциональное выступление. И я думаю, что мы обязательно воспользуемся вашим предложением, и наши сегодняшние державинские чтения на родине Гавриила Романа Ильича Державина станут доброй традицией. Вот с этого момента... Я поаплодирую вместе с коллегами. Спасибо. Спасибо большое. Слово для приветствия предоставляется руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Сергеевичу Кравцову. Пожалуйста, Сергей Сергеевич. Уважаемые коллеги, рад приветствовать участников 11-й Всероссийской научно-практической конференции «Державинские чтения». Строгость и принципиальность Державина, как юриста и государственного деятеля, соответствовала ключевым идеалам эпохи просвещения, и, безусловно, его пример является актуальным и сегодня. Приверженность духу и букве закона, жесткость проявления бюрократизму, нетерпимость коррупции не раз делали непростым его продвижение по службе. Однако, вероятнее всего, именно эти качества и неузурядный ум заставляли Екатерину Великую, Павла I и молодого императора Александра I вновь призывать его на важнейшие государственные посты. И именно эти качества делают его наследие актуальным и в наше время. При всем различии правовых систем современность показывает, что вера в закон и служение закону являются системообразующим стержнем любого современного общества. Российское общество не исключение. И в этом не последнюю роль занимает система юридического образования. Стремление к высокому качеству реализации образовательных программ в регионах создает условия для развития правового государства. Всем известно, что 26 мая 2009 года президентом Российской Федерации был подписан 599-й указ о мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации. И сегодня мы уже видим плоды реализации этого указа. Современный юрист должен быть ориентирован на борьбу с современными угрозами, такими, как правовой нигилизм, коррупция, неуважение к закону и ценностям государства. В частности, он должен понимать, какую роль играет в борьбе с коррупцией общественный контроль, средства массовой информации, знать методики антикоррупционной экспертизы документов и многое другое. В настоящее время нами проводится соответствующая работа по совершенствованию качества высшего образования. Эта работа включает в себя в том числе взаимодействие с вузами в форме разъяснений требований законодательства в сфере образования, проведения различных мероприятий, привлечения общественности к принятию тех или иных решений. В частности, если говорить о юридическом образовании, Рособоронадзором в этом году было заключено соглашение с Ассоциацией юристов России о взаимодействии в области совершенствования юридического образования. Однако, несмотря на указанные меры, при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также в рамках процедуры государственной аккредитации, в 2015 году был выявлен ряд нарушений со стороны вузов, что привело к сокращению количества вузов, я напомню, что за два года из списка реестров лицензий исключено порядка 800 вузов и филиалов. В большинстве это вузы, которые реализовывали программы по юриспруденции и экономике. С начала 2015 года в рамках проведения аккредитационной экспертизы не подтвердили требования государственного стандарта по направлению юриспруденция более 40 образовательных организаций. Приостановлено действие аккредитации в части юриспруденции у 100 вузов и филиалов. В основном это негосударственные вузы и филиалы государственных вузов. Есть приостановка аккредитации и у сельскохозяйственных вузов. Это 60% от общего количества приостановок действия государственной аккредитации. Лишены государственной аккредитации в настоящее время более пяти образовательных организаций. Кстати, я хочу сказать, что недавно Всероссийский государственный университет юстиции и его филиал успешно прошли государственную аккредитацию по всем направлениям подготовки. Это говорит о высоком качестве образования в данном университете. На сегодняшний день важным остается вопрос о перечне показателей профессионально-общественной аккредитации, которые учитываются Рособранадзором при проведении процедуры государственной аккредитации. Например, возможность использования результатов оценки качества подготовки выпускников. В связи с этим в этом учебном году планируется всероссийское исследование по качеству высшего юридического образования. Рособранадзором совместно с Московским государственным юридическим университетом имени Олега Емельяновича Кутафина проводится работа по выстраиванию модели объективной оценки студентов юридических вузов первого-второго курса, а на последнем курсе оценка со стороны работодателей. Таким образом, уважаемые коллеги, сегодня необходимо обеспечить качество высшего образования на должном уровне для подготовки конкурентоспособных на рынке труда кадров, в том числе в области юридического образования. Призываю в рамках конференции обсудить данные вопросы и желаю всем участникам конференции плодотворной работы. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, за ваше выступление. Я хотела бы предоставить слово для приветствия ректору Казанского федерального университета, председателю Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ильшату Равкатовичу Гафурову. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, участники и гости нынешней нашей встречи, с особым чувством хочу поприветствовать вас в этом историческом зале на чтениях, посвященных нашему соотечественнику. В этом зале, как вы знаете, неоднократно выступали выдающиеся государственные и общественные деятели, корифеи науки и мастера культуры. Для нас державен не только государственный деятель, великий российский поэт, некогда учившийся в Казанской мужской гимназии, ставший основой или прообразом нашего Казанского университета, но, как я уже сказал, это и наш земляк, крещённый праотцах татарин, он стал великим гражданином России, прославляя этим державу в целом и свою малую родину. Он занимал множество ответственных постов и везде оставил о себе добрую память, как теперь выясняется, на века. Он был деятельным приверженцем просвещенной монархии, а также кредо, которое он по всей жизни пронёс, это серьёзное отношение к правовой системе. Он относился к той породе крепких людей, о чём уже упоминал в своём приветственном слове Фарид Харулыч, которые становятся сильнее от испытаний и мудрее от собственных ошибок или от собственной прямолинейности. Такому достойнейшему примеру, я думаю, призвано стремиться сегодня и всё наше университетское сообщество в своём научном и практической деятельности. Символично, что 213 лет назад Державин стал первым министром юстиции, а наш университет на прошлой неделе отметил своё 211-е летие. Эту дату отметил и наш юридический факультет, один из старейших в России, сформировавшийся собственной научной школы. Это единственный, наверное, факультет в составе нашего университета, который не подвергался трансформации за весь период действия в начале императорского, потом государственного, а с 2010 года федерального университета. Студентами юридического факультета в разные годы его деятельности были многие известные философы и мыслители, крупные учёные и практики. Он дал миру выдающихся учёных, профессоров гражданского права Мэйера и Солнцева, крупнейшего специалиста в области уголовного права Пионковского, в области истории и теории права Загоскина и Шершеневич. В числе его первых студентов был и русский писатель Аксаков, студентом юридического факультета был и Лев Николаевич Толстой, выполнив под руководством профессора Мэйера свою курсовую работу. Сегодня здесь, на факультете обучается более двух с половиной тысяч из почти пятидесятитысячного коллектива студенчества нашего университета. На восьми кафедрах факультета работают 135 преподавателей, из них 107 кандидатов и 28 докторов наук. Поэтому проведение конференции на нашей базе мы рассматриваем и как дань Казанской юридической школе. Говоря сегодня о Державине, мы будем говорить, наверное, и о феномене России и ее культуры. Социогуманитарный вектор развития современного общества один из вознейших приоритетов. Он является таковым и для нашего Казанского федерального университета. Как закономерный шаг представляется нам исследование историко-литературного значения поэзии Державина в трудах многих ученых сегодняшнего Института филологии и межкультурной коммуникации, который, кстати, носит имя Льва Николаевича Толстого. В целом, историю мировой лингвистики, наверное, невозможно представить без фундаментальных трудов основателя Казанской лингвистической школы Ивана Александровича Бадуэна де Куртене. Он работал в нашем университете с 1875 по 1883 годы. Среди ветнейших последователей гениального лингвиста, широко известные в России и в мире ученые Крушевский, Богородицкий, Востоковед, Рятлов и многие другие. Переворочередное внимание к живому языку, его диалектам, отстаивание полного равноправия всех языков как объектов научного исследования идеи о единстве социальной и психологической стороны языка наверное вот те важнейшие методологические принципы которыми руководствуется Казанская лингвистическая школа. Уже в ходе своего утверждения они получили широкие не только нашей стране но и в мире резонансные значения. Как отмечал Билинский державен и в эстетическом отношении есть поэт исторический которого должно изучать в школах которого стыдно не знать образованному русскому. Надеюсь окажутся полезными результаты сотрудничества наших филологов со школами вузами учреждениями организациями России и нашей республики в плане использования сегодня уникального державенского наследия. Хотелось бы пожелать всем нам плодотворной работы хороших творческих контактов исследовать всем тем заветам которые излагал своих отдых и в день наш соотечественник державен. Хочу также надеяться что чтения которые мы впервые проводим в стенах нашего Казанского университета станут традиционными на нашей площадке и удастся нам совместить все те мероприятия которые проводятся на территории республики Татарстан с этими державенскими чтениями в последующем. Всем спасибо кто нашел возможность приехать к нам надеюсь что воспоминания о наших встречах на Казанской земле останутся надолго в вашей памяти. Спасибо. Спасибо огромное Ильша Травкатович У нас действительно в этом году был первый опыт работы с Казанским федеральным университетом и я хочу сказать что наша совместная подготовительная работа оставила только самые-самые добрые чувства о нашей работе это очень приятно на самом деле я благодарю вас Ильша Травкатович за помощь и за поддержку нашего мероприятия я хотела бы предоставить слово для приветствия ректору Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина Виктору Владимировичу Блажееву Виктор Владимирович прежде чем вы начнете я хотела бы вот буквально два слова сказать вы знаете мне очень приятно что вы и наши московские коллеги и Сергей Сергеевич Кравцов дело в том что в Москве эта неделя очень насыщенная мероприятиями вот в частности Виктор Владимирович Блажеев вчера открыл Кутафинские чтения сегодня прибыл к нам на Державинские МГУ проводит мероприятия но все наши самые близкие друзья которые нас поддержали они все сегодня с нами я благодарю вас Сергей Сергеевич вам тоже огромное спасибо и Михаилу Львовичу и всем кто нас поддержал и приехал Виктор Владимирович пожалуйста вам слово спасибо Ольга Ивановна спасибо добрый день уважаемые коллеги позвольте тоже поприветствовать вас с началом работы нашей конференции наших Державинских чтений действительно вот в череде тех очень важных юридических конференций которые проводятся по всей стране Державинские чтения занимают особое место поскольку они дают нам возможность вернуться к той юридической мысли которая существовала в дореволюционный период вот Ольга Ивановна сказала относительно того что вчера мы открыли Кутафинские чтения и конференцию ежегодную на юридическом факультете Московского государственного университета и было одно из выступлений одного из докладчиков который показал историю развития правовой мысли и подчеркнул системность этой истории раскрыл основные этапы и тем самым попытался опровергнуть тот тезис что право у нас в том вот виде в котором мы имеем его сегодня развивается только с 91-го года более того он подчеркнул то что нам вводя те или иные институты права особенно не свойственные нашей системе нужно все-таки анализировать историю развития нашего права и очень осторожно к этому относиться это речь идет об институтах гражданского права который мы с легкостью вносим в нашу систему та же система прецедентного права которая тоже с определенной легкостью вводится тем самым подчеркнул что и в дореволюционный период и советский период и сейчас право развивается на основных фундаментальных основах вот эти фундаментальные основы эти фундаментальные принципы мы должны с вами постоянно иметь ввиду безусловно время выдвигает определенные вызовы мы должны на эти вызовы отвечать безусловно совершенствуются всевозможные юридические практики без этого невозможно но вот эти вот юридические практики они должны основываться на тех фундаментальных принципах основных принципах которые были разработаны в отечественной в отечественном правоведении я думаю что вот как раз на нашей конференции которую мы открываем мы будем основываться на этом принципе и в тех дискуссиях которые будут по самым разным отраслям права по проблемам качества юридического образования о котором говорил Сергей Сергеевич мы как раз будем исходить из тех основных положений которые были заложены в том числе и державенным видным государственным деятелем человеком который многое сделал для юриспруденции и для нашего образования коллеги вот сегодняшнее наше заседание оно проводится в канун большого нашего с вами профессионального праздника 3 декабря мы будем отмечать день юриста поэтому пользуясь случаем я хочу сердечно вас поздравить с этим праздником пожелать вам крепкого здоровья успехов ну а сегодня и завтра нам интересных дискуссий новых встреч новых мыслей удачи вам успехов всего самого хорошего спасибо спасибо огромное Виктор Владимирович за ваше приветствие слово для приветствия предоставляется заместителю директора федеральной службы судебных приставов Игнатьевой Татьяне Павловне Татьяна Павловна пожалуйста я рада приветствовать вас в этом зале и хочу поблагодарить за возможность принять в них участие дело в том что проведение таких чтений оно дает толчок не только для развития юридической науки но и для совершенствования правоприменительной практики исключение не составляет и деятельность нашей службы нередко результаты научно-практических конференций по прошествии непродолжительного времени ложатся в основу того или иного закона проекта вот на сегодняшний день а как раз сейчас проходит голосование в совете федерации по одобрению закона проекта предусматривающего установления дополнительных ограничений в виде ограничения права пользования специальным правом в отношении определенных категорий должников совсем недавно на нашей конференции в Бурятии которую мы тоже проводили вместе с российской правовой академией я ее называю по старому мы обсуждали как раз вопрос о ограничении личных неимущественных прав должника при принятии решений по тем или иным видам исполнительных документов мне отрадно признать что творческий союз науки и практики дали сегодня такой вот совершенно конкретный результат в виде закона проекта в виде определенных новых исполнительных действий которые я думаю дадут результаты в плане повышения эффективности исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов именно поэтому участвуя в державенских чтениях и работая на круглом столе который в общем-то тоже посвящен практике исполнительного производства я думаю что мы найдем какие-то моменты которые впоследствии реализуем в конкретных нормативно-правовых актах касающихся сферы принудительного исполнения и обсудим актуальные проблемы которые перед нами стоят и несмотря на то что тема и наименование державенские чтения в общем-то соединяет нас с практикой с исторической наукой с историей с практикой юриспруденции в России я должна сказать что касаемо исполнительного производства тема наша звучит как никогда актуально мы будем обсуждать применение информационных технологий в сфере принудительного исполнения что на сегодняшний день крайне важно и даже не столько важно сколько уже необходимо для осознания необходимо для применения и необходимо для законотворчества и права применения в нашей стране я благодарна за возможность принять участие и хотела бы воспользоваться этим торжественным моментом для выполнения очень важного поручения я бы хотела Ольга Ивановна по поручению директора Федеральной службы судебных пристав огласить выписку из приказа 3 сентября 2015 года номер 1776 о награждении Александровой Ольги Ивановны ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Всероссийское государственное университет юстиции медалью 150 лет основания института судебных приставов спасибо за внимание дорогие друзья я благодарю всех тех кто сейчас выступил с приветственными словами благодарю всех участников и мы приступаем к работе нашей конференции приступаем к пленарному заседанию к выступлению слово для доклада предоставляется Николаю Карловичу Сванидзе российскому тележурналисту историку профессору заведующему кафедрой журналистики института масс-медиа РГГУ члену совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека тема выступления роль и значение Гавриила Романовича Державина в становлении российского государства Николай Карлович пожалуйста спасибо Ольга Ивановна дамы и господа уважаемые коллеги дорогие друзья уважаемый президиум прежде всего несколько таких пред предуведомительных слов я бы хотел сказать начну с того что для меня великое честь и удовольствие быть присутствовать и выступать тем более в стенах Казанского университета это 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 одно из самых уважаемых учебных и научных учреждений в стране легендарное легендарный университет и я и мечтать не мог о том что когда-нибудь окажусь на этой высокой трибуне я благодарен присутствующим благодарен организаторам за эту предоставленную мне замечательную очень приятную и лесную возможность это первое второе я здесь в какой-то мере представитель своего старого товарища и коллеги Павла Владимировича Крашенинникова который передал огромный привет всем присутствующим извинения за то что по уважительным причинам не может здесь сейчас быть вместе с нами но будет не раз и активно и со следующими державенскими чтениями это будет связано и кроме того с исследованиями и памятью упомянутого сегодня уже и не раз Габриэля Феликсовича Шершеневича это просил передать Павел Владимирович Крашенинников что я и делаю и наконец по сути сегодняшнего выступления ну дорогие друзья вы понимаете что во-первых масштаб Державина Гавриила Романовича таков что претендовать на то чтобы в 15-20 минут уложиться и рассказать о нем что-то очень содержательное сложно тем более сразу же скажу что я ведь не юрист я историк и журналист абсолютно убежден в том что в этом зале очень представительном есть люди которые знают о Державине много больше чем я а его юридической деятельности в особенности поэтому я ставлю перед собой задачу не столько открыть вам на что-то глаза что вряд ли возможно они так широко открыты а скорее поделиться с вами какими-то эмоциональными впечатлениями от этого очень крупного человека памяти которого посвящено это мероприятие этот форум я начну с того что расскажу вам некий чтобы не было иллюзий особенных скажем так некий анекдот в оригинальном смысле этого слова то есть анекдот из жизни недавно прошла некая премия и гуманитарная и естественная организованная известным человеком Дмитрием Борисовичем Зиминым премия просветитель и вот один из номинантов в гуманитарной сфере он рассказал он имеет отношение к школе и к высшей школе и он рассказал что задавал вопрос задавал вопрос школьникам учащимся старших классов в одной из школ вот старик нас заметил да пушкинская астрофа знаменитая старик Державин нас заметил собственно из которой подавляющая часть наших сограждан и узнает о том что существовал когда-то говорил Романович Державин старик Державин нас заметил но он убрал этот человек в своей этой презентации школьникам убрал фамилию Державин и говорит вот старик кто нас заметил то какую фамилию поставить школьники молчат потом один робко поднимает руку и говорит старик Держинский потом было предложение старик Хатабыч но третий школьник поднял руку и спросил кто такой старик Хатабыч вот повторяю еще раз дорогие друзья чтобы не было у нас иллюзии в отношении того как воспринимают нашу культуру нашу историю насколько глубоко ее знают представители тех поколений которые нас сменят наша задача трудиться в этом направлении возвращаясь к старику Державину к пушкинской строке и к Державину вообще вы знаете он для меня очень живой человек Гаврил Романович потрясающая совершенно фигура по разнообразию своих дарований государственный деятель бюрократ в высоком смысле этого слова высокого класса государственный чиновник действительно тайный советник выше только канцлер по табеле о рангах государственной близкий человек в разной степени к трем последовательным государям к Великой Екатерине к ее сыну Павлу Петровичу к ее внуку Александру Первому Александру Павловичу близкий но отдаленный потом каждый из них сегодня это говорилось каждый из них приближал к себе говорил Романович и потом отказывался от его услуг почему попробуем поговорить об этом Пушкин великий Пушкин который заглавливает русскую литературу а заглавливает русскую поэзию который действительно выступал в лицее в январе 1815 года с воспоминаниями в царском селе и сидел престарелый уже незадолго до своей кончины великий говорил Романович клевал носом посаповал но вообще при всем своем буйном темпераменте он был склонен иногда засыпать вдруг даже по молодости лет физиология такая у человека была и ему было неинтересно что там мальчишки рассказывают а потом когда вышел Пушкин он проснулся проснулся и смотрел на него с живейшим интересом уронил слезу бросился его обнимать Пушкин убежал его искали не нашли целые страсти там разгорелись и потом Пушкин вот это написал в гроб сходя благословил при этом Пушкин не любил Державина что интересно почему не любил да бог его знает да бог его знает зачем от горы башен летит орел тяжелый страшен на чахлый пень спроси его писал Александр Сергеевич зачем арапа своего молодая любит Дездемона спроси ее спросите Александра Сергеевича что он не любил Гавриила Романовича Державина ну не нравился он ему он читал что он слишком архаично пишет он читал его недостаточно грамотным а Пушкин уже принадлежал к лицу я бы сказал еще не было понятия русской интеллигенции но он уже принадлежал к числу блистательно образованного поколения русских аристократов в общем которых можно уже назвать первым поколением русской интеллигенции и к непоротым дворянам он уже принадлежал принадлежал к числу людей обладающих потрясающим чувством собственного достоинства. Он читал, что Державин льстил царям. Не согласен с Александром Сергеевичем, которого мы все обожаем и перед которым мы преклоняемся. Но не согласен я с ним. Не льстил Державин царям. Про самого Пушкина можно сказать, что он льстил Николаю. Николаю Первому. Нравился он ему. Вот Александр ему не нравился, а Николай нравился. А разве он льстил? Нет. Просто он ему нравился. Он влюблен был в него по-юношески. Вот Гаврил Романович Державин был влюблен в Екатерину. Не как в женщину, как в царицу. У него было особое отношение к монархии. К русской монархии. Он считал, что она от Бога. А у него было особое отношение к Богу. Есть легенда. Они рассказывал, сам Гаврил Романович Державин, что когда ему было где-то год, он был слабый ребенок. Слабенький родился, с трудом выжил. В бедной очень семье, ведь его отец был дворянин с хорошими корнями, древними. Действительно, из обедневших татарских мурс, которые в 15 веке при Василии Васильевиче Темном он приехал в Россию, был крещен. И один из его потомков, по фамилии Нарбеков, носил прозвище Держава. Отчего дальше и пошли Державины. Но род Державина был обедневший. Там несколько домиков каких-то, немногим богаче собственных крепостных крестьян они были. Известен случай, что отца Державина даже один сосед-барин поколотил однажды с помощью своих слуг. Там что-то из каких-то имущественных споров. Просто физически поколотил. А время было бессудное, бесправное. Жаловаться было некому при Елизавете Петровне царице. Так вот, вот из этой среды бедной вышел, говорил Роман Ильич Державин. Детство было тяжелое. Образование получал, да, в Казанской мужской гимназии. Но учителя были странные, хотя директор был образованный, человек с петербургским образованием, веревки с петербургским университетским образованием. Но больше, в общем, сам образовывался. Другим его учителем был каторжник, немец по происхождению Роза, который учил его немецкому языку, сам не зная немецкой грамматики. Научил языку, устному, письменной речи. А немецкий язык, я скажу вам, дорогие друзья, да вы это и знаете, был в конце XVIII века очень важным в России. Императрица была, слава богу, и не одна с родным немецким языком. Французский позже пришел и стал основным для русской знати. А тогда был главный немецкий. И человек, не знавший немецкого языка, считался плохо образованным. Вот так самообразовывался, говорил Роман Ильич, но, повторяю, я начал с его отношения к Богу. Так вот, когда он был еще совсем крошкой, грудным ребенком, ему был год, комета возникла, шестихвостая, на небе. И по легенде, ее показали маленькому Гаврииле, и первое его слово, произнесенное в этой жизни, было слово «Бог». Он посмотрел на небо, посмотрел на комету, и сказал «Бог». И, может быть, одно из самых великих его произведений, а он был не просто поэт, он был философ, одно из самых великих его поэтических произведений под названием «Бог» содержит следующие строки, равным которых по глубине проникновения в суть человека, по глубине достоинства, по глубине самоанализа, может быть, нет во всей мировой поэзии. Строки такие, их использует, кстати, потом Пушкин, строки эти такие, «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Я предлагаю вам просто оценить высоту этой мысли со стороны этого вчерашнего казанского гимназиста, вчерашнего солдата Преображенского Петербургского гвардейского полка, потом офицера, потом человека, который воевал с Пугачевым, преследовал его, сделал блистательную карьеру при дворе, писал стихи, был чиновником, и вот «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Как серьезно этот человек размышлял, как глубоко он размышлял, а при этом он не был сухарем, он был не чушь, ничему земному, он любил женщину, он был дважды женат, и всякий раз по любви. Первая его жена, Екатерина Яковлевна Бастидон, из тоже обедневшей очень дворянской семьи, наполовину португалка этнически, она была жгучая брюнетка, с большими прелестными черными глазами, он в нее влюбился сразу, довольно большая разница в возрасте, это было тогда принято. Как мы знаем, кстати, и Пушкин был сильно старше своей жены, Наталья Николаевна. Мужчина уже должен был как-то продемонстрировать себя, я имею в виду мужчину-дворянина. В крестьянской России была другая система брачных отношений, а дворянин мужчина должен был продемонстрировать себя, сделать уже карьеру, сделать имя, и потом уже мог претендовать на брак с девушкой из хорошей семьи. Так вот, он очень любил ее, очень любил, и когда она умерла, она умерла рано, в 33 года, он долго не мог прийти в себя. И замечательный исследователь его творчества и его жизни, самый лучший его биограф Владислав Ходосевич, самый большой русский поэт, он писал, что Державин женился второй раз через год после смерти Екатерины Яковлевны, и он женился не потому, что забыл ее, а потому, что не мог ее забыть. Так пишет Ходосевич про Державина. Но мы знаем, что в жизни бывает всякое. Он женился на другой женщине, тоже очаровательной, по имени Дарья Алексеевна Дьякова, и она стала уже его женой по гроб жизни. Она его надолго пережила, она его похоронила, она его очень любила, и он ее очень любил по-своему, но, по-видимому, не так, как первую жену. Сердце человека потемки. Он часто вспоминал свою первую жену, называя ее Пленерой. Тогда было принято давать такие ласкательно возвышенные прозвища любимым женщинам. Пленера, то есть пленительная. Он часто вспоминал ее, что вызывало ревность у его второй супруги. А во время второго брака, а ему было уже за 50, он, чего не позволял себе при первом браке, заглядывался на молодых девушек. Что тоже было нормально, я вам скажу, по тем временам. Михаил Ильич Кутузов, наш великий соотечественник, уже будучи великим полководцем, уже будучи исторической фигурой, был замечен не раз за тем, что на балу помогал юной 16-летней, какой-нибудь или 17-летней барышне надевать туфельки. Вот русские аристократы, уже даже и в не юном возрасте, они обращали внимание на все прекрасное, ничему не были чужды. Вы знаете, я первый раз всерьез обратил внимание на творчество Державина, и тогда стал его читать. Вот каким образом. Нобелевский лауреат, тоже замечательный русский советский поэт, как вы знаете, с трудной судьбой, Иосиф Бродский, написал стихотворение «На смерть Жукова». И это самое сильное стихотворение и, может быть, литературное произведение, посвященное Георгию Александровичу Жукову из того, что знает русская и советская литература. Напомню вам, кто не читал, во-первых, рекомендую прочитать, напомню вам хотя бы первую страфу, чтобы вы оценили ритмику этой поэзии. Бродский пишет, сейчас вы поймете, почему я это вспомнил. Бродский пишет, «Вижу колонны замерзших внуков, гроб на лафете, лошади круп, ветер сюда не доносит мне звуков русских поющих, плачущих труп, вижу в регалии убранный труп, в смерть уезжает пламенный Жуков». И дальше. Дальше я читать не буду, почитайте, кто не читал. Получите большое удовольствие и впечатление. Так вот, этому стихотворению на смерть Жукова, Жуков умер, Георгий Александрович, в 1974 году. Бродский тогда был в Голландии, он был отщепенец, вот оттуда, из Голландии, написал это стихотворение. Он сам сын фронтовика. Я мог оценить, и у меня тоже отец всю войну прошел. И это произвело на меня впечатление. Так вот, этому стихотворению Бродский предпослал эпиграф из Державина. «Что ж ты заводишь песню военную, флейте подобно милой снегирь?» Это имеет продолжение, кстати, его не употребил Бродский. «Кто ж поведет нас войной на Гиенну, кто будет вошь наш, кто богатырь?» Это стихотворение памяти Суворова, Александр Васильевич. Такая перекличка. Один большой поэт написал стихотворение памяти великого полководца. Другой большой поэт 174 года спустя написал стихотворение памяти великого полководца. Александр Васильевич Суворов умер в 1800 году. Я вам должен сказать, что день рождения Александра Васильевича Суворова был вчера, 24 ноября. И круглая дата, кстати, потому что он 1730 года рождения. Значит, сколько? Давайте сочетаем лет-то. 285 со дня рождения. А Георгий Константинович день рождения 1 декабря, скоро, через несколько дней. Они дружили. Державин и Суворов. Они были очень похожи. Суворов же был очень странный и сложный человек. Валял дурака. Пушкин, когда он говорил, в том числе, почему он не любит Державина, он говорил, он на Суворова похож. И так же, как он петуха иногда исполняет. Суворов любил там валять дурака, петухом спеть при всем честном народе. Немножко так шута Горохова исполнял. Каковым, как мы понимаем, совсем не был. Это был акт его, знак определенного его такого отношения ко всей придворной суете. К нему на день рождения приезжал вельможа Остерман, один из крупнейших вельмож Екатериненских. А не хотел его видеть, Александр Васильевич. Выбегал, в чем ни попадя, не одетый. Садился к нему в карету, не давая ему выйти. Сказал, здравствуйте, спасибо, что приехали, до свидания. Вот это был Суворов. Вот они дружили с Державиным. Державин тоже был неуживчив, очень неуживчив, колкий характером, не прощал обид, не прощал нечестности, сейчас об этом скажу. И вот они что-то нашли друг в друге, два этих человека, которые каждый был особняком, каждый был сам по себе, каждый был не похож ни на кого другого. Один великий полководец, другой крупный государственный деятель и великий поэт русский. И Суворов был старше на 13 лет и ушел из жизни раньше. И вот он в 1800 году был у него в гостях Державин, Суворов уже умирал. И он его спросил, говорил Романович, вот я умру, какую напишешь эпитафию? И Державин ответил, да, по-моему, много слов не нужно. Довольно сказать, здесь лежит Суворов. И Суворов крякнул и говорит, помилуй Бог, как хорошо. И вот потом, после смерти Суворова, Державин пришел домой, у него был ручной снегирь в клетке. И он в снегири, как выяснилось, я не орнитолог, но как выяснилось, они подобны некоторым видам попугаев, они могут повторять какие-то звуки. и он умел повторять только одно колено военного марша русского, снегирь Державинский. И вот он пришел, тряпочку с клетки сбросил, снегирь ему исполнил этот военный марш, и вот он написал тогда, что ж ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь. И вот это потом использовал Бродский. Привлекла его Екатерина, военный солдат, чесняга. Никогда никаких претензий по поводу коррупции. Никогда. А время было очень коррумпированное. Очень коррумпированное. Не буду ничего говорить про наше время, уважаемые друзья, но время было очень коррумпированное. И вот Екатерина, зная, что он очень честный вельможа, сделала его в какой-то момент своим секретарем личным. Но он же и стал правду говорить. Он же и стал правду говорить. Он же подумал, что так и надо, тем более он ей верил безоговорочно, влюблен в нее был. Но она действительно была великая женщина. Ума огромного. И не злая. И вот он ей стал рассказывать какие-то дела, раскапывать. Часами ей скучно было. Потом он ей стал катить, что называется, извините за жаргонизм, катить бочку на каких-то приближенных людей. На Потемкино. Вот там какие-то деньги, а деньги-то немалые. Но представляете, женщине жалуются на любимого человека. Ну что же это такое? О чем он думал? Он ей становился понемножку не очень приятен. При этом она его ценила. Понимала, что хорош. Понимала, что никем не заменить. Но надоел он ей. И она его отстранила и сняла с этой должности. Потом, после смерти Екатерины, а он ей посвятил замечательную поэму Филийца, которая ей очень нравилась. Очень нравилась. И лести в ней не было. В ней было восхищение ею, царицей, женщиной, умом ее. Огромным. Пушкин, повторяю еще раз, здесь Александр Сергеевич был неправ. Он, как и многие из нас, и как все мы, был достаточно субъективным человеком. Так вот, умерла Екатерина, пришел Павел Петрович, который ненавидел свою мать лютой ненавистью. Просто у него были такие гамлетовские настроения. Он не мог ей простить смерти своего отца Петра Третьего. Он читал его своим отцом, до сих пор неизвестно, был он его отцом или нет, но считал. Она его ненавидела, своего сына, презирала его, брезговала им, и он ее ненавидел. И он, поскольку Державин был отстранен, он его призвал. Державин ему сказал что-то честное в какой-то момент. И Павел I при вельможах наорал на него, говорит, ступай обратно в Сенат и сиди там смирно, а то я тебя проучу. Кричал он человеку, который ему в отцы годился, действительному тайному советнику, поэту. И Державин, который был горяч, вне себя, хотя Павел Петрович был опасный человек, покруче своей матушки на расправу. Матушка не трогала дворян, а он трогал вовсю. И Державин, не испугавшись, еле сдерживая себя, он сказал вельможам, которые окружали, ждите, будет от него. Видимо, сдержался, потому что, что ты понял, сейчас получит по полной программе, говорит, толк. Будет от него толк. и убежал. Павел Петрович его не тронул, снял только отовсюду, отправил в имение и не тронул. А потом снова здорово, как на телевидении говорят, дубль два, поскольку он был в опале при Павле Петровиче, после убийства Павла Петровича Александр Первый снова его призвал. И вот тут-то получилось то, благодаря чему он значительной части присутствующих интересен, он был назначен министром юстиции и генерал-прокурором. Недолго пробыл в этой должности. Недолго. Что ему сказал Александр Первый, когда снимал его? Слишком ревностно служишь. То есть, была та же претензия, что и у бабушки. Больно честен был, больно скрупулезен. Нельзя так было, по мнению царей. И удалился, говорил Романович, удалился свое имение со своей, уже повторяю, второй женой, тоже любимой, хотя и не так горячо, как первый. Писал замечательные стихи, замечательные совершенно. Он был и философом, он был и историком. Вот последнее его поэтическое творение «За два дня до смерти» написано «Река времени», река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. Спокойные, мудрые, вдумчивые строки. Все проходит. Заканчиваю. Не могу более уже испытывать ваше терпение, да и лимит времени исчерпан. Старался просто бросить несколько красок на холст вашего впечатления о Гавриле Романовиче Державине. Великий человек, великий наш предок, большой русский поэт, большой гражданин, большой патриот России в самом неформальном смысле этого слова. На мой взгляд, Державинские чтения – это замечательное совершенно начинание. Спасибо. Спасибо огромное, Николай Карлович, за вас интереснейшее и познавательное и блистательное выступление. Спасибо огромное. Ну, и поскольку вы задали тон нашей конференции, Фарид Хайрулович тоже такой лирический, хотел бы сейчас зачитать стихи не свои, Гаврила Романовича Державина. Пожалуйста. Николай Карлович, спасибо большое. Очень интересно, крайне важно. Я хочу вместо приятного аппетита, сейчас будет перерыв на кофе-брейк, прочитать те стихи, которые мне очень нравятся, которые возвеличил сам себя этот великий человек, и которые я семь лет назад читал на его родине на державинских чтениях Влаишева. На улице летом полно народу. Вот это стихотворение «Памятник» называется. «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так весь я не умру, но часть меня большая от тлена убежав, по смерти станет жить, и слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенная будет чтить. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рефеи льет Урал, всяк будет помнить то в народах неисчестных, как из безвестности я тем известен стал. Что первый я дерзнул в забавном русском слоге о добродетелях фелиции возгласить в сердечной простоте беседовать о Боге и истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой и презрит кто тебя, сама тех презирай, непринужденную рукой неторопливой чело твое зарей бессмертия венчай, сказал Державин. Спасибо огромное, Фарид Хайрулович. Державин. 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 Державин.